Жительница микрорайона Айкап, Лискуляпай, выбирает барана для жертвоприношения. В первый день Курбанайта семья Бимуратовых помянет усопшего родственника. Пенсионерка уверяет, что цены в этом году вполне приемлемые. К тому же дети уже взрослые, если что, помогут. Курбанайт накроем Большой Дастархан и помянем всех, кто покинул этот мир. Пусть покоятся с миром. Всех поздравляю с Курбанайтом. Желаю всем семейного благополучия и здоровья. Те, кому купить целого барана не по карману, идут за мясом на базар. Благо, сейчас на городских базарах работают мясные павильоны. В любое время, особенно перед праздником Курбанайт, здесь настоящее мясное изобилие. Канина дорогая, но ведь и корм сейчас не дешевый. Если средство позволяет, то к Дастархану можно купить и сухофрукты. Завезенные из соседних государств кишмиши, орехи, курага – дорогое удовольствие. Да, цены на сухофрукты поднялись неделю назад на 400-600 тенге. Мы же их привозим из-за границы. Но перед праздником Курбанайт мы не поднимаем цены, оставляя их прежними. Служители мечети уверяют, что накрывать богатый Дастархан и пытаться кого-то удивить необязательно. Самое главное – это почитание Аллаха и чистые помыслы. Помянуть усопших можно и за скромным столом. Людям, у которых нет возможности, необязательно резать барана. Можно накрыть Дастархан, испечь баурсаки. Самое главное – чтобы был хлеб. Даже куском хлеба можно помянуть. Не нужно брать в долг, чтобы накрыть богатый Дастархан. Даже в Коране написано – не нужно излишеств. Поздравив всех с праздником Курбанайт, имам посоветовал, что в этот священный день необходимо поддержать малообеспеченные семьи и сирот. Добрые пожелания не будут лишними. Шанар Уразова, Талгат Абдинабиев, Ербул Махашев. Информационная служба телекомпании ОТРАР.